Вашингтон Таймс Глава российского Совбеза обвинил Грузию в поддержке терроризма на Северном Кавказе, пишет в продолжении темы Британская Таймс. Хотя Патрушев заявил об этом до того, как ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров, заявление, по мнению газеты, может еще больше ухудшить отношения двух стран. Журнал отмечает, что продолжением московских терактов стали два взрыва в Дагестане, также приведшие к многочисленным жертвам. Взяв ответственность за московские взрывы, Умаров сыграл на руку Путину, полагает Нью-Йорк Таймс. Это признание предоставит Путину новый резон для проведения на Кавказе политики по принципу «пленных не брать», говорится в статье. Умаров утверждает, что лично спланировал взрывы в отместку за недавнее жестокое убийство мирных крестьян спецназом ФСБ на границе Чечни с Ингушетией. По мнению издания, видеообращение Умарова можно рассматривать как заявку на статус лидера в разрозненном повстанческом движении. Радикализация Дагестана – это наследие кремлевских жестокостей в Чечне, утверждает британская Guardian. Беспощадное подавление чеченцев в 90-е годы вызвало к ним симпатии и привело к дестабилизации в соседних республиках, особенно в Ингушетии и Дагестане, рассуждает газета. Так что спустя десятилетия Путин пожинает плоды собственной политики. Теперь же российские власти опасаются, что последние события могут стать началом новой волны насилия, резюмирует издание. Путин вновь разжег потушенный пожар террора, и в этом ему некого винить, кроме сама у себя, пишет французская Le Point. «Подавление чеченского восстания огнем и мечом. Тактика выжженной земли превратила Чечню в потемкинскую страну, где восстановлены дома, но нет чеченцев, потому что все, кто не был убит российскими эскадронами смерти, бежали за границу или ушли в горы», – говорится в статье. Издание отмечает, что сегодня терроризм в России стал более размытым, а значит, гораздо более опасным. Сообщения о взрывах в московском метро мгновенно стали основной темой новостей по всему миру. Однако на главных российских телеканалах в это время показывали передачи о кулинарии и моде, отмечает «Тайм». Первые содержательные сообщения появились лишь через пару часов. Такая реакция контролируемых государством Первого канала о России и НТВ показательна для состояния российской тележурналистики. «Главные телевещатели так сильно запуганы Кремлем, что не в состоянии эффективно и самостоятельно освещать события жизненной важности», – резюмирует издание. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фокрасмусен со страниц Project Syndicate призывает принять решение о создании единой системы противоракетной обороны НАТО уже на ноябрьском саммите Альянса. По его мнению, НАТО должно предложить России сотрудничество в этом вопросе, так как распространение оружия массового поражения и способа его доставки угрожает как безопасности Альянса, так и России. Как полагает автор статьи, единое про НАТО и Россию стало бы ярким политическим символом того, что Москва является полноправным членом евроатлантической семьи. «Газ – новое энергетическое оружие Обамы», – утверждает французская Ле Фигарон, которая отмечает курс президента США на развитие морской добычи нефти и газа. «Цель Обамы – добиться полной энергетической независимости страны», – константирует газета, сообщая, что на днях он предложил Конгрессу снять запрет на добычу углевардородов у побережья Вирджинии, Флориды и Мексиканского залива. Кроме того, Америка заняла первое место в мире по объемам добычи газа, обойдя даже Россию. «Месторождение сланцевого газа сделали американцев независимыми от поставок газа и свели на нет амбиции Кремля», – заключает Ле Фигарон. «Гонка за сырьевыми ресурсами Арктики в разгаре», – пишет Berliner Zeitung. Госсекретарь США Хилари Клинтон досрочно покинула встречу стран-соперниц, проходившую накануне в Оттаве, на которой они собирались договориться о дальнейших действиях. Дело в том, что канадцы пригласили лишь Россию, США, Данию и Норвегию, оставив за бортом Швецию, Финляндию, Исландию и представителей корейных народов Севера. Как подытоживает немецкое издание, военные конфликты в Арктике в будущем вполне возможны, так как, по данным геологов, там находится почти четверть мировых запасов нефти и газа, а также месторождения золота, цинка, медной и железной руды. Бельгийские депутаты единогласно проголосовали за законопроект, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, сообщает Радио Франс Интернациональ. В качестве накасания за ношение паранжи рассматривается даже и тюремное заключение. Окончательное решение должен принять Сенат страны. Наблюдатели уверены в положительном итоге голосования, назначенного на 22 апреля. Таким образом, Бельгия станет первой в Европе страной, полностью запретившей ношение паранжи в общественных местах, в том числе на улице, учебных заведениях, спортзалах и так далее. Ликование в Европейском центре ядерных исследований. После двух неудачных попыток физикам наконец-то удалось столкнуть пучки протонов на высоких энергиях в большом адронном коллайдере, сообщает Times. Это событие, по мнению ученых, открывает новую эру исследований. С помощью ускорителя физики рассчитывают воссоздать условия, существовавшие в первые мгновения большого взрыва, и добыть доказательства существования бозонов Хиггса, частиц которой объяснили бы наличие у материи такой характеристики, как масса, резюмирует издание. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите PrecDigest и держитесь в мейнстриме мировых СМИ. До встречи и всего вам доброго!